Добрый вечер, уважаемые рязанцы! Добрый вечер, дорогой зритель! У вас, наверное, одна из самых непростых задач. Вы будете работать непосредственно 9 мая. Расскажите, когда, где, кто может посмотреть? Да, 9 мая, в этот великий праздник нашей Победы, мы будем работать в нашей областной рязанской филармонии для нашего зрителя любимого рязанского сразу после парада. Это будет в 14.00 в Большом зале. У нас будет дан спектакль и песню свою «Отправляй в полет. Помните спектакль» Рязанского государственного русского народного хора. Дебют у вас был важный в прошлом году, как раз юбилейный был год. Какие зрители приходили, с какими чувствами выходили из зала? Да, премьера была 9 мая для нашей публики взрослой в том году, к 70-летию Победы. Этот спектакль был сделан. Приходила публика очень разная. Приходили дети, конечно же, были приглашены ветераны. Была публика студенческая. И всех этот спектакль оставил неравнодушным. Потому что, конечно же, затронута та тема, которая не может нашего русского человека оставить равнодушным. Потому что, наверное, каждая семья имеет ветерана, либо в этой семье был ветеран. Всё равно каким-то образом любая наша русская семья сопричастна к этому событию. Вот если простым языком, самым простым, у артистов появляются слезы на глазах, если честно? Да. Да, потому что и тема очень трогательная, и серьёзная, и проникновенная. И материал, тот музыкальный и поэтический материал, который мы задействовали в этом спектакле, он тоже проникает насквозь. Потому что, когда исполняется песня, которая исполняется только рязанским государственным хором, «У вечного огня» – это музыка Николая Ведюка, стихи Струка, солист, заслуженный артист России Владимир Вашкин. Вот эта песня никого не оставляет равнодушным. То есть зал, как правило, всегда встаёт на этом произведении. И когда вставали дети, был такой у них порыв, патриотический какой-то, драматический. Конечно же, у артистов просто текли слёзы. И они со слезами на глазах уже допивали эту песню, это произведение. Как журналист я очень хорошо понимаю, насколько важно быть оригинальным. Чтобы из года в год, показывая одну и ту же тему, одни и те же переживания, всё-таки не повторяться. Вы недаром принесли программку. Расскажите о постановке, о необычных режиссёрских ходах, о тех моментах, которые изнутри можно только было узнать и увидеть. Да, концерт военной музыки, военный концерт в хоре был несколько лет до этого. Это был классический такой академический концерт из песен военных лет, из песен рязанских и танцев военных. А спектакль пришёл вот как бы к 70-летию Победы. Мы пригласили режиссёра Андрея Николаевича Торхова, заслуженного артиста России. Он предложил нам сценарий, в котором использованы отрывки из драмы Корничука «Фронт», отрывок из поэмы Василия Тёркина от Вардовского и «Плач матери Роберта Рождественского». И вот всё это соединилось в какой-то такой вот очень насыщенный и очень драматический спектакль. Финал как бы просто вызывает слёзы. Он с видеорядом. Очень хорошо поработал наш видеорежиссёр Николай Родин здесь. Как бы всё вот как-то в совокупности сложилось так, что спектакль действительно вызывает такие очень хорошие яркие эмоции. А какое количество времени он длится? Он длится час-пять. Час-пять минут, да. Ну, десять иногда бывает, потому что, конечно, иногда бывают, может быть, диалоги чуть-чуть. Ведь артисты сейчас входят во вкус, ведь мы же артисты-певцы в хоре, а артисты-танцоры. А здесь мы все попробовали быть драматическими артистами. И это очень интересно. И у артистов хора это вызвало, ну, очень большую заинтересованность. И с каждым разом они всё более проникаются вот этими настроениями, они ищут свои интонации, они ищут вот эти в диалогах свою вот взаимосвязь и начинают где-то вот смаковать, потому что там есть спектакли «Грузин». Ну, это работа на износ, я могу сказать. То есть это выжимает полностью? Да, да. Артисты выходят очень уставшими эмоционально, вот, потому что когда у нас вот были для школ сейчас концерты, двойные концерты дневные, это тяжело, тяжело, но мы очень благодарны. И я всегда говорю, что школьники – это наш самый важный слушатель, самый важный, потому что вот впитав всё вот это и музыку, и поэзию… Ну, знаешь, это другое, а когда школьник вот под эмоцией просто сам встал, вот тут уже в голове щёлкнуло. Сам встал, и плачут, и поют вместе с нами, знают слова, поют «Туманы», поют «Синий платочек», поют «Три танкиста», дети поют практически в голос, аплодируют. Вот, поэтому вот эти эмоции, их, конечно, ни с чем не сравнить. Необычно, что вы выступаете не в народных костюмах, расскажите. Да, зритель привык видеть народный хор рязанский в своих народных костюмах, стилизованных под ряд народных костюмов Рязанской области. Здесь специально были пошиты костюмы того времени. Конечно же, они стилизованные, но это костюм, женский костюм, как раз женщин вот довоенной и послевоенной эпохи. Это тёмные юбки длинные и блузы, которые были тогда как бы в моде. Самый простой, я бы даже сказала, простой, удобный. Да, да, совершенно верно. И мужчины в военной форме. И, конечно, вот это тоже очень влияет на ту картинку, которая выстраивается. То есть она получается очень естественной и органичной для того времени, и зритель действительно попадает в спектакль. Поэтому очень важно это. Разные плоскости сцены мы используем здесь в спектакле. Специально для этого были сделаны декорации, такие очень простые, но в то же время, которые помогают выстроить... Понятные. Да, понятные и помогают выстроить вот несколько плоскостей на сцене, которыми мы пользуемся, и которые как раз вот вводят в разные ситуации, которые мы показываем. Да, ситуация в землянке, сцена в землянке, сцена на привале, вот когда балет танцует, танец яркий очень, подразделение на отдыхе. Поэтому все здесь, в этом спектакле, очень взаимосвязано. И все нацелено на то, чтобы вернуть нас в ту эпоху и как бы приблизить вот эти наши две эпохи. Да, это же уже прошлый век. Поэтому вот все равно вот это сближение, оно идет и заканчивается, конечно же, спектакль нашим гимном победе, днем победы, песней, который написал давно уже, да, Давид Тухманов, слова Владимира Харитонова. И, конечно, это гимн нашей победы. А что-нибудь рассказывают? Встречайтесь потом со зрителем после выступления. У нас есть книга отзывов, вот оставляют очень восторженные отзывы. Вот у нас есть и прошлогодние отзывы, и в этом году уже вот пишут спасибо, спасибо хору за то, что поддерживают патриотическое настроение, патриотическое воспитание именно вот в искусстве. Давайте в заключение тогда пригласим еще раз наших телезрителей, ваших слушателей. Еще раз скажем день, час, когда, куда прийти. Да, пожалуйста, приходите, и это, я думаю, будет очень ярким празднованием нашей Великой Победы в филармонию, которая расположена на Ленина, 26, большой концертный зал, да, в 14.00, 9.00 мая, сразу после Парада Победы. Спасибо вам за эту встречу. Вас, уважаемые телезрители, хочется заранее поздравить с этим замечательным, чудесным праздником. Оставайтесь с нами, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова